Снести такое вердиктование с Верховной Суд Республики собственникам домов на правой стороне Покровского тракта за постом ГАИ в столице. Накануне с жителями этих многострадальных земель встретился премьер-министр Евгений Чекин. Какие приняты решения, разбирались наши корреспонденты. В 2006 году обанкротившийся СХПК Хатаский распределил земельные участки своим пайщикам. К тому времени Министерство имущественных отношений дали разрешение 883 работникам кооператива. Каждый из них взял по 3 гектара земли сельхозназначения. Многие из них разбили участки по 10 соток и продали эти земли по ДЖС и даче. Спустя 6 лет в 2012 году были изменены границы города Якутск. И для правой стороны Покровского тракта с 10 по 16 километр изменился вид разрешенного использования, обретя статус земли поселений. И только в 2015 году состоялись публичные слушания, где утверждены красные линии. В итоге внутри этих линий попали земли 300 владельцев. Кроме этого, многие земли попали в черту охранной зоны магистрального газопровода ГРС-2 «Хатасы». Речь идет о 342 земельных участках, 35 из которых оформлены под ИЖС. 10 собственников уже построили на участках дома. Транснефтегаз, ни о какой компенсации, ни что, это самое, не требуется. Получается, мы купили участок в 2014 году, перевели на ИЖС сразу, без никаких этих. Вопросов никто не задавал, да? У меня сейчас на руках, да, есть. Справа собственности на земельный участок, на дом. И когда получили ИЖС, мы начали строиться. Отметим, что объект ГРС-2 «Хатасы» введен в 2005 году. Тогда же он был поставлен на учет. Магистральный газопровод – объект повышенной опасности. Охранная зона охватывает расстояние по 150 метров в обе стороны от него. В пределах этой зоны запрещено любое капитальное строительство. Между тем, сведения о минимально допустимых расстояниях магистрального газопровода ГРС-2 «Хатасы» были внесены в государственный кадастр недвижимости лишь в декабре 2013 года. А люди получили разрешение по ДЖС раньше. В конце 2015 года к нам приезжает Сахатранснефтегаз и принесли предупреждение о том, что мы находимся в охранной зоне, чтобы освободили участок. И после этого они еще раза два приносили и в конце 2016 года уже подали на нас. На сегодняшний день вынесено решение Верховного суда 20 февраля снести наш дом и все постройки освободить охранную зону газопровода. Разобраться в конфликтной ситуации Егор Борисов поручил председателю правительства Якутии Евгению Чекину. Тем самым правительство Якутии берет ситуацию с хатасскими участками под контроль. Как правительство со своей стороны понимаем о том, что строительство этих объектов жителей осуществляли без каких-либо ограничений, без нарушений со своей стороны, потому что, соответственно, получали соответствующее разрешение у публичных органов и регистрировали в федеральном органе Росреестре. Поэтому, в принципе, не могли знать о таких ограничениях. В этой связи мы считаем, необходимо наиболее комфортно решить этот вопрос. Конечно же, мы должны устранить нарушение федерального законодательства по строительству объектов капитального строительства в особо опасной зоне. Но это будет сделано, конечно же, обязательно с учетом интересов тех жителей, которые успели построить свои дома. Отметим, что будет создана рабочая межведомственная группа под руководством председателя правительства Евгения Чекина, чтобы решить эту проблему. В конце этой недели жители этих земель еще раз встретятся с группой. А мы, в свою очередь, будем следить за развитием событий. Юлия Михайлова, Александра Охлопкова, Вадим Гонкевич. НВК Саха. Якутск.